Дебаты открытого общества Дебаты – это четко структурированный, специально организованный публичный обмен мыслями по актуальным темам. Новый сезон, новые правила, новый формат – все для вас, уважаемые телезрители. Лучшие спикеры университетов города Бишкек стараются разложить по полочкам, по аргументам самые актуальные вопросы современного мира. Разрешите мне представить вам, уважаемые телезрители, две команды, которые будут играть для вас в сегодняшнем дебатном раунде. Команда правительства сегодня состоит из студентов Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, Бурул Фаридзинова и Ирланд Замербеков. Команда оппозиции сегодня состоит из студентов Академии управления при президенте Кыргызской республики Султанбек Анарбеков и Ильяс Нурмамбетов. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто победит в сегодняшнем дебатном раунде. Проголосовать за ту команду, которую вы считаете победителем, можно отправить короткое сообщение на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда правительства Кыргызского национального университета, отправьте короткое сообщение с кодом 05 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда оппозиции, Академия управления при президенте Кыргызской республики, отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535. А помочь вам, уважаемые телезрители, разобраться в дебатных технологиях и тонкостях нашей сегодняшней темы, пришли в нашу студию наши уважаемые судьи. Разрешите мне их представить. Координатор Бишкекского дебатного центра Бек Султан Рустамов. Международный чемпион по дебатам Эльвира Калмурзаева. Региональный менеджер программы молодежных инициатив Института открытого общества Майя Ким. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент, будет таймкипер нашей сегодняшней передачи Перизат Джапарова. Уважаемые телезрители, ни для кого не секрет, что каждый из нас желает стабильного экономического развития в нашей стране. Именно об этом поговорят сегодня наши дебатеры. Тема сегодняшнего дебатного раунда. Эта палата считает, что для прогрессивного развития экономики необходимо усиление профсоюзного движения. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. А перед нами факт, что при существующей свободной экономике, нерегулируемой государством и росте безработицы, работодатели начали заупотреблять своими интересами. Плате работникам меньше установленного справедливостью. Безосновательно увольнять. Мы считаем, для того, чтобы решить данную экономическую проблему, нам необходимо усиливать профсоюзное движение. Как движение работников за справедливые условия труда. Как движение работников, являющихся инструментом развития среднего класса. Вот что сейчас является проблемой нашей экономики. В том, что 80% всего мирового богатства принадлежат 20% людей. И именно наличие среднего класса, который достигается при помощи профсоюза, помогает нам сократить эту разницу между богатыми и бедными людьми. Согласно всеми экономическим данным Международной организации труда, Всемирного банка, именно работники, которые состоят в профсоюзе, получают заработную плату на 15-45% выше, чем те работники, которые не состоят в профсоюзе. Что из этого следует? То, что тот человек, который работает в профсоюзе, состоит в профсоюзе, у него покупательская способность выше. Значит, он получает возможность потреблять все необходимые товары и услуги. Когда он потребляет необходимые товары и услуги в необходимом количестве, значит, он развивает производство того производителя. А тот производитель за счет получения дохода имеет возможность расширить производство. Именно при помощи расширения производства он создает новые рабочие места. И все это создает условия для развития среднего класса. Давайте отметим, что профсоюзы очень активны в оказании власти и производства определить экономические приоритеты в стране. То, что в России и то, что в Беларуси происходит, именно профсоюзы помогают бороться с коррупцией. Они контролируют за процессом приватизации предприятий и организаций. Следующий момент. То, что в Нидерландах профсоюзы очень показывают свою силу. И они добились того, чтобы Соединенные Штаты Америки снизили именно сумму пошлины на импорт нефти, который поставляется со стороны Нидерландов. И при помощи этого, при помощи профсоюзов, которые являются гарантией, либо инструментом выражения экономических приоритетов, помогает нам развивать производство в целом. Давайте продуктивность в странах, где усилены профсоюзы, намного сильнее. Продуктивность выше на 30-45%. Например, в Швеции, где рабочие, около 84-97 рабочих состоят профсоюзы, именно там очень высокая производительность, даже выше, где в Соединенных Штатах Америки, где производство, где профсоюзы не так уж развиты. И Швеция – это одна из стран, которая наиболее благополучно переживает проблемы кризиса в еврозоне. Это к тому же относится Дания, им относятся Нидерланды, где очень сильно усилены профсоюзные движения. Именно те страны, которые переживают кризис наиболее гладко, и поэтому мы должны говорить о том, что профсоюзы нам помогают усилить наше экономическое воздействие. Следующий момент состоит в том, что профсоюзы очень активны в переквалификации именно трудящихся. И переквалификация обучения – это необходимые условия для того, чтобы соответствовать и сопутствовать развитию производства. Например, горно-металлургический комплекс Кыргызской Республики, именно комитет, является членом профсоюзного комитета, который называется Industry All. И ежегодно она получает именно поддержку от этой организации, то есть она обучает своих работников, она приводит какие-либо, скажем, какие-либо помощи в поддержке наших мигрантов и тому подобное. В прошлом году профсоюзы Кыргызстана заключили соглашение с профсоюзами Грузии и Российской Федерации. Это означает то, что наши мигранты там более защищены, тому уплачивается такая же заработная плата, как гражданам Российской Федерации, так же и Грузии. У нас перед нашим лицом такой факт, что наши граждане-мигранты, работающие в России, получают в два раза меньше заработной платы, но при том работают в два раза больше. И благодаря тому соглашению, которое заключили профсоюзы, они будут именно гарантированы в том, что им будет выплачиваться такая же справедливая заработная плата. Еще раз отметим то, что профсоюзы очень активны в определении экономических приоритетов. То, что было в Швеции, то, что было в Венгрии, нам пока то, что профсоюз на самом деле помогает нам улучшить наше экономическое состояние. Во-вторых, отмечаем то, что это сопутствующий фактор экономического развития наряду с другими факторами. И самое главное, необходимо это поддержать работников, которые являются именно потенциалами развития экономики в целом. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, какие механизмы воздействия есть у профсоюзов, и каким образом они воздействуют на предпринимателей? Да, их полномочия закреплены в коллективном договоре, который заключается на три года. Это могут быть различные акции, и это могут быть различные сообществия, при помощи которых работники имеют возможность обращать перед производством на проблемы какой-либо отрасли, либо на проблемы работников, которые просто сейчас охватывают все население, и, в принципе, они должны это решать. Да. Скажите, пожалуйста, теряет ли это предприятие и вся экономика страны в целом во время этих самых шествий, акций, забастовок и так далее? Ведь время — это деньги, и чем больше времени рабочие не работают, тем больше денег, естественно, потеряет работодатель. Мы должны понимать, что забастовки — это не тот фактор, который персонифицирует профсоюзы. Эти забастовки могут проходить даже в тех компаниях, где нет профсоюзов в общем. И мы говорили о том, что при наличии профсоюзов эффективность на 30-40% выше, потому что работник удовлетворен условиями труда, работник удовлетворен тем, что у него высокая заработная плата, значит, он больше отдается на работу, и эффективности проявляется больше. Поэтому о никаких издержек производства мы не смеем говорить. Да. И скажите, пожалуйста, может ли, скажем, работодатель после какой-то определенной забастовки уволить весь свой персонал и набрать новый? Да, конечно, может. Внутри этой именно, скажем, компании, где существует профсоюз, существует определенная конкуренция. Если тот человек не показывает продуктивность, то, в принципе, по решению всего этого комитета профсоюзного, его могут уволить, так как он не проявляет какую-либо эффективность в работе. Спасибо. Нет, все. Вы можете голосовать на сайте ru.idbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.idbate.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Итак, давайте для начала я поясню ключевые слова сегодняшней темы. Итак, экономическое развитие – это качественные, не только количественные, но и качественные, положительные изменения экономики, направленные на рост. Профсоюз – это группа работников предприятия, отрасли, объединяющих для защиты своих прав и улучшения своего положения. Основными едиными интересами профсоюзов являются повышение заработной платы, сокращение рабочего времени и улучшение условий рабочего труда. Итак, по сути, мы сегодня не собираемся спорить, профсоюзы – это хорошо или профсоюзы – это плохо. Мы не спорим то, что профсоюзы, они несут важную составляющую в борьбе за права рабочих. Но мы сегодня покажем, почему профсоюзы не приносят никакого экономического развития, а даже вредят этому экономическому самому развитию. Итак, главный вопрос сегодняшней темы – это чьи интересы важнее для развития экономики. Это интересы или предпринимателей, или интересы самих рабочих. Мы считаем то, что важны интересы обоих. И мы считаем то, что профсоюзы, они нарушают и сдвигают этот баланс в сторону рабочих. И первое, почему мы считаем то, что будет снижение конкуренции. Наши оппоненты говорят о том, что повышение зарплаты, по сути, это и есть хорошо. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Когда повышается зарплата, повышаются и издержки. Когда члены профсоюзов добиваются увеличения своей заработной платы, они тем самым увеличивают издержки предпринимателя. Денег у предпринимателя не становится больше. Он просто вынужден нанять на эту же сумму меньшее количество работников. Предположим, в распоряжении предпринимателя есть 1 миллион долларов, которые он способен потратить на своих работников в течение года. И зарплата этих работников составляет 35 тысяч долларов. Когда, предположим, профсоюз увеличивает это количество с 35 тысяч до 50 тысяч, теперь этот работодатель способен держать у себя не 28 сотрудников, а 20 сотрудников. Эти 8 сотрудников остаются без работы. Эти 8 сотрудников остаются безработные. И эти 8 сотрудников могут нанести огромный вред экономике, сидя на пособиях и уходя в какую-то теневую экономику. В итоге мы получаем то, что на это же количество работы приходится на меньшее количество людей и теряется качество работы этих людей. И это приводит к тому, что снижается конкурентоспособность этой данной компании, потому что они выполняют свои работы более хуже. Вторая наша причина. То, что профсоюзы препятствуют внедрению инноваций. Профсоюзы препятствуют внедрению нового оборудования и процесса, способствующих росту объемов производства и протестуют против технологических новшеств. Заметим, один из главных критериев роста и развития экономики является инновацией. И профсоюзы протестуют им. Профсоюзы, по сути, могут даже устанавливать размеры рабочих бригад в коллективном договоре. Но не следует забывать, что такое положение, оно может быть оправдано только на момент заключения договора. На протяжении многих лет компания Brotherhood of Locomotive and Firemen and Engineers включала пожарника в состав свой. Его обязанности были уже давно упразднены после заменения паровых двигателей на двигатели дизельные. Но, по сути, компания была вынуждена содержать у себя просто так сотрудников, которые катались на поездах и занимались ничем и получали просто так зарплату. Развитие новых технологий через короткое время сделает прежние размеры бригады уже неоправданно большими. Однако профсоюз будет оказывать сопротивление этим технологическим ношенствам. Второе. Мы считаем, что это повлечет ухудшение качества работы человеческого капитала. Сами сотрудники не работают в полную силу. И не так-то просто уволить работника, являющегося членом этого профсоюза. Это очень плохо. Особенно в том случае, когда компания сталкивается с работником, который плохо выполняет свои обязанности. Профсоюз, по сути, защищает его и работнику гораздо легче просто держать этого сотрудника у себя, чем увольнять его. Потому что, когда вы будете его увольнять, надо за два месяца предуприть о том, что вы его уволите, и выплачивать ему субсидии, пока он не найдет себе новую работу. По сути, теряется конкурентоспособность. Например, когда в Нью-Йорке, когда была рождественская метель 2012 года, работники профсоюзов, они работали очень медленно, потому что они хотели насолить своему мэру Блумбергу. И когда они работали очень медленно, по сути, умерло много очень людей из-за гололедницы, и пострадали люди из-за их неработоспособности, из-за их того, что они не боялись этого самого увольнения. И, по сути, профсоюзы, они вредят сегодняшней экономике. Я готов к первопластным вопросам. А вот что, как не повышение заработной платы, улучшает способности работника работать лучше и показывать продуктивность? Вот что еще такой механизм, который поможет усилить потенциал работать лучше, чем заработная плата? Я согласен с тем, что заработная плата должна быть на уровне выше прожиточного минимума. Но при этом давайте рассмотрим ситуацию на том же самом Западе. В США, например, работа работника метрополитена составляет 200 тысяч долларов в год. Но это слишком много для него. И они добиваются еще повышения. То есть им этого становится недостаточно. Им уже достаточно для того, чтобы жить нормально. Но эти сотрудники не готовы к этой зарплате, а они из-за своего, так сказать, иждивенчества и жадности, они хотят идти дальше, они хотят получать больше работы. А вы согласны с тем, что миллионы работников получают заработную плату ниже установленного рынка? И при этом случае профсоюзу очень важно для того, чтобы помочь им, чтобы заработная плата, минимальная заработная плата дошла до конкурентного уровня, когда они могут себя экономически обеспечить и защитить себя. Да, я согласен с этим. Но при этом нельзя не учитывать факт в том, что когда мы повышаем количество зарплаты, то какой-то процент населения остается безработным. Этому населению просто некуда будет теперь идти. И это население, оно начнет работать, оно просто перестанет платить налоги. Или она пойдет работать на какой-то кирпичный завод, где совсем ужасные рабочие условия труда, потому что им больше некуда идти. Потому что их лишили работы, на которой они работали. А вы не считаете, если я получаю нормальную, хорошую, высокую заработную плату, значит, я потребляю больше товаров и услуг. Больше товаров и услуг другого производителя. А другой производитель этим получает доход, а потом расширяет свое производство и создает новые рабочие места. Таким образом, ваш аргумент насчет безработности изживает себя. Смотрите, когда один рабочий получает больше зарплаты, другой теряет работу, как я уже сказал. И теперь вы говорите о потребительской корзине, о уровне потребительской корзины. Ее средний уровень, по сути, не меняется, потому что одно и то же распределение денег, оно идет просто более меньшим количеством людей. Те люди, которые остаются без работы, им становится гораздо сложнее, потому что теперь они будут сидеть на изждевении у государства. Теперь они вообще перестанут покупать продукты. Теперь они просто перестанут платить налоги, потому что им нечего платить. Очень замечает ваш факт. Вы не считаете, что на безработицу влияют иные факторы, как то, что количество жителей земли непропорционально количеству рабочих мест. В том, что существуют именно, естественно, факторы, которые сопутствуют при безработице, а не то, что существуют в профсоюзе. Если вы будете сейчас оправдываться, то я думаю, что вы найдете огромное количество каких-либо доводов в том, чтобы оправдать отсутствие профсоюза. Спасибо. Спасибо большое. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Изначально у профсоюза существовало две основные функции. Первая – это защита прав работников. Вторая функция была в том, чтобы поднимать заработную плату. Но в современном этапе профсоюзы уже начали входить в новые требования рынка. На данный момент профсоюзы заинтересованы в том, чтобы эффективность вот этих предприятий повышалась. Эффективность производства каждого предприятия есть основная сейчас функция деятельности профсоюзов. Эффективность предприятия зависит от многих факторов. Но наши уважаемые оппоненты привели пример того, что 28 работников у меня было, и у работодателя. Теперь я могла оплачивать зарплату только 20 работникам. Но вот эти 20 работников, уважаемые господа, смогут работать намного эффективнее, чем вот эти 28. Сегодня мы показали факт того, что есть определенное исследование, что те работники, которые являются членами профсоюзов, они работают на 30-40% эффективнее, чем те люди, которые не входят в профсоюз. Профсоюзы не являются гарантом того, что тебя не уволят. Если ты плохо работаешь, тебя по-любому уволят. 20 работников, если вы работаете очень плохо, то есть если ты даже работаешь плохо, тебя уволят. Потому что у профсоюза есть определенная ответственность за этого работника. Если работник работает плохо, профсоюз заменит его другим работникам, которые могут работать намного эффективнее. И поэтому конкуренция повышается у этого человека, потому что понимать, что конкуренция на эту должность очень высокая. 20 работников, и он должен работать намного эффективнее, чтобы все-таки завоевать эту должность. Также нужно сказать о том, что профсоюзы являются гарантом того, что на определенном предприятии не будет текучесть кадров Текучесть кадров это один из таких явных признаков того, что текучесть кадров один из самых явных причин того, что предприятие развивается неэффективно Во-первых, если я работаю на предприятии очень хорошо, если я удовлетворяю своего работодателя, то я буду работать эффективно и к тому же я буду работать очень долго Это факт, то есть если я работаю хорошо, меня уволить не могут, должны быть определенные причины Когда нет текучести кадров, то работник работает эффективнее и предприятие работает эффективнее только потому, что я как работник, если я работаю на этом предприятии 10 лет то моя эффективность повышается, потому что я более опытный опытен, чем работник, которого могли нанять мясо меня. Мой опыт набирается, и моя производительность уже растет. По исследованию американских ученых считается, что на 40% повышается эффективность работы предприятия, если нет текущей кадров. Когда я, как работник, чувствую, что мне доверяют то, что я получаю на работу плату, то, что я защищен социально, то я работаю намного эффективнее. Я знаю, что я защищен, я не беспокоюсь о том, что завтра меня могут уволить. И поэтому эффективность предприятия повышается. В 90-х годах профсоюзы работников предприятий нефтеперерабатывающей деятельности выступили за то, чтобы лоббировать идеи снижения ставок на экспорт нефти в США. Это привело к тому, что сейчас в Нигерии идет большой экспорт нефти в США по заниженным таможенным пошлинам. И поэтому повышается стоимость нефти и повышается и доход в эту страну. И, соответственно, Нигерия так же развивается. Спасибо большое. Для произведения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Уже время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены и межу приветствуются. Сегодня профсоюзы являются достаточно спорным инструментом с экономической стороны. Да, с одной стороны, они защищают права работников, не позволяют работодателям творить произвол. Но, с другой стороны, все эти увеличения зарплат, увеличение условий труда, улучшение количества льгот, все это приводит к краху экономики. Мы сегодня докажем, что профсоюзы не только не помогают, не поддерживают развитие экономики, а наоборот, даже вредят ему. Сегодня, как сказали наши оппоненты, сказали, что когда работник застрахован от различных увольнений, когда работник застрахован от различных понижений зарплат и так далее, он начинает работать лучше. Но, как вы знаете, самым лучшим мотиватором является страх. Человек намного лучше, намного лучше убегает от ада, нежели он бежит в рай. И, таким образом, когда над человеком зависает страх того, что его завтра, если он будет работать плохо, если он будет работать, производить, если его производительность снизится, то он будет работать лучше, чтобы его не уволили. А если он находится под крылом, под безопасностью профсоюза, то он, естественно, начинает меньше работать, потому что над ним не нависает никакое увольнение, никакой, скажем, негативный страх. Так, вот, и сегодня я хочу вам показать, что, я не хочу показать вам, что профсоюзы помогают работникам или не помогают и так далее, я просто покажу, что профсоюзы вредят экономике, потому что мы должны доказать, что это на самом деле так, а не наоборот. Первое, что, к чему приводит деятельность профсоюзов? Деятельность профсоюза приводит к снижению конкурентоспособности предприятия. Почему? Потому что с повышением зарплаты, с улучшением условий труда, работодатель, получается, тратит деньги на различные нужды и тратит свой бюджет, который у него ограничен и который не может увеличиваться с различными требованиями. И таким образом, чтобы восполнить свой бюджет, он увеличивает цену на конечный продукт. А увеличение цены на конечный продукт снижает его конкурентоспособность. И не факт, что она, и, скорее всего, она может привести к его банкроту. А вместе с банкротом потеряют работу все его работники. Следующее. Как я уже сказал, что профсоюзы никогда не брали во внимание тот факт, что кризис бьет по всем. То есть, когда они пытаются пробить какие-то льготы своим подопечным, какие-то зарплаты своим подопечным, то вместе с тем происходит то, что страдают не только работодатели, но и страдают потребители и другие люди, которые живут вместе с этими людьми в одном обществе. К примеру, в Нью-Йорке в 2007 году, когда начали бастовать работники метро, все метро в городе остановились. Это привело к тому, что миллионы рабочих не смогли добраться до своих рабочих мест. То есть, миллионы работодателей начали терять миллионные убытки, начали нести миллионные убытки. И также десятки тысяч туристов не смогли поехать посмотреть на достопримечательности города. Все это привело к тому, что в Нью-Йорке в 2007 году не досчитался одного миллиарда долларов бюджетных средств. А это привело к тому, что ему пришлось урезать социальные страховки, пенсии, выплаты и так далее. Таким образом, вся жизнь, хоть и жизнь рабочих метрополитена улучшилась, но жизнь всех остальных горожан, она резко ухудшилась. Таким образом, мы видим, что деятельность профсоюзов ведет на самом деле к ухудшению большей части населения, нежели к улучшению жизни всех. Следующее. Что еще мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что любой... Если сегодня произвести проверку всех структур, которые находятся под защитой профсоюзов, то сегодня мы увидим, что многие профсоюзы, пользуясь своей властью, пропихивают туда своих знакомых, родственников, одноклассников, одногруппников по колледжу, так как у них есть власть. И если раньше трайбализм был запрещен, то сегодня по рекомендации профсоюзов работодатели будут брать всех, всех, кого предлагает профсоюз. И это все получается легальным. Таким образом, мы даем зеленый свет всем правонарушениям, коррупции, и мы поддерживаем расцвет, развитие коррупционных схем. И в заключение хотелось бы сказать, что работники – это двигатель экономики. Но двигатель без топлива работать не будет. А топливом нашей экономики являются работодатели, являются предприятия, является бизнес. Если не будет у нас бизнеса, не будет коммерческой сферы, то работникам негде будет работать. И никаким образом они не смогут развить экономику. Поэтому мы должны в первую очередь, перед тем, как завести двигатель, мы должны позаботиться о том, есть ли топливо в этом двигателе. То, что без топлива, двигатель работать не будет. Спасибо большое. А теперь настало время для вопросов от свободных парламентариев. Зрители нашей телестудии. Меня зовут Тагай Алимбаев, я с университета АУЦА, и я хочу задать вопрос Ирлану. Ну, когда вы говорили про профсоюзы, у вас было очень много примеров про Соединенные Штаты. Но, как мы знаем, профсоюзы организуют митинги, шествия и прочие подобные непотребные вещи. А если смотреть это в реалиях Христана, когда с нашей отечественной любовью к митингам, не станет ли это таким рычагом влияния на крупного производителя, которого и так пинают все политики, бандиты и все, кому не лень? На самом деле есть вот такое заблуждение, что забастовок сейчас очень много. В прошлом году было проведено только 665 забастовок в мире. То есть это доля на долю, как бы, почему было проведено только в мире 665 забастовок именно работниками? То есть это небольшая доля, во-первых. Во-вторых, не будет ли это, например, в Кыргызстане увеличение митингов? Я думаю, нет, потому что если даже и будут митинги, то это сигнал для того, чтобы работодатель все-таки удовлетворял потребность своего работника. Если он дает плохие условия, значит митинги, в принципе, нужны. Здравствуйте, ПТР Бурбек, Медицинская академия. У меня вопрос к стороне оппозиции, именно касательно профсоюзов. Если не профсоюза, кто будет оказывать поддержку, например, простым рабочим, которые очень мало квалифицированы в юридическом вопросе, которых, например, могут обмануть работодатели, и могут не выплатить ту зарплату, которая была, например, оговорена. Или же, например, то, что многие рабочие не способны, например, соблюдать те права и навыки, например, контрактов, которые они подписывают. Профсоюзы должны помогать с работниками, с юридической стороны, с социальной стороны. Но с экономической стороны, со стороны предприятия, они не должны вмешиваться. Они не должны мешать работе предприятия, мешать работе собственника этого предприятия. Потому что собственность работодателя, она неприкосновенна, и профсоюзы не обладают правом вмешиваться в работу. Спасибо большое. Хорошо, вот более уточнение этого момента. Если, например, именно рабочая деятельность, она нарушает право, например, самого работника, тогда профсоюзы имеют право вмешиваться, потому что это идет прямое нарушение прав именно самого работника, как простого человека. Если данное нарушение прав оговорено в трудовом договоре, они должны вмешиваться. Если данное нарушение права, данное, скажем, обстоятельство не оговорено в трудовом кодексе, в трудовом кодексе и в трудовом договоре, то профсоюзы не имеют права вмешиваться в работу предприятия. Хорошо, спасибо. Спасибо за заданные вопросы. Было очень приятно на них отвечать. Спасибо за ваши вопросы, дорогие телезрители. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 3 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Основными показателями экономического развития страны считается качество жизни. Это когда всем живется хорошо, а не когда одни получают больше, а другие вообще остаются без работы. Конкурентоспособность экономики, человеческий капитал и индекс экономической свободы. Индекс экономической свободы оценивается по 10 критериям. И два из этих факторов являются денежная свобода, то, что предприниматель имеет право распределяться денежными рецептами так, как он считает. И второе – это свобода трудовых отношений, когда никто не вмешивается в трудовые отношения между работниками и работодателем. Сегодня наши оппоненты, по сути, говорили о двух ключевых вещах. Это повышение зарплаты и повышение прав работника и защиты их прав. Мы согласны с тем, что надо защищать права работников. Но уважаемое правительство сегодня не показало никакой связи с резолюцией и не показало, почему именно повышение и защита этих прав повышает развитие экономики. У работников существует возможность самим добиваться повышения зарплаты, самим добиваться повышением своей должности. Но при этом они должны уметь сами показывать свою значимость для работника и они должны уметь показывать свою работоспособность. Им не нужны для этого профсоюзы. Сегодня палата правительства говорит, что увеличение количества зарплаты приведет к тому, что народ будет жить счастливо. Но давайте посмотрим, что случилось на Западе. На Западе получается так, что у народа уже достаточно работы, а они из-за своей жадности продолжают повышать себе зарплату. Первая точка столкновения насчет заработной платы. Мы сегодня показали то, что когда повышается зарплата, она повышается за счет других. Повышается безработица. Люди вынуждены идти на работу, где меньше платят или остаются безработных и сидят на социальных пособиях, где не соблюдается условие труда. Второе – это снижение конкурентоспособности за счет увеличения количества труда на одного работника. Работник просто физически не сможет выполнить ту же работу, сколько и выполняли уволенные работники вместе. И при этом падает качество труда и снижается конкурентоспособность на рынке. Третье – это повышение издержек приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности. Смотрите, когда, например, как в Штатах или как на Западе существуют профсоюзы, и они повышают заработную плату своим работникам, при этом эти работодатели, им невыгодно прибавлять дополнительные издержки, и они просто уводят свое производство в другие страны. Посмотрим, например, США и, например, восточных стран. В Китае, в Юго-Восточной Азии не соблюдается условие труда, и при этом там низкая заработная плата. Поэтому это приводит к тому, что мы теряем свою инвестиционную привлекательность, и работодатели уходят в другое русло. Последнее – это то, что происходит ухудшение человеческого капитала. Работники не работают в полную силу. Как мы сказали, теперь протекционизм, и он теперь работает в полную силу. Теперь мы официально можем защищать своих родственников, говоря о том, что они являются работниками профсоюза. И их просто будет тяжело уволить, и они остаются на своих местах нетронутыми. В заключение я хочу сказать о том, что профсоюзы ведут к тому, что повышается количество митингов, которые и так уже достаточно в нашей стране. Работники будут постоянно выходить, и при этом само производство будет терять очень много денег на производстве, и предприятие будет стоять. На этом у меня все. Спасибо большое. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Палатная позиция, очевидно, сегодня признала тот факт, что благодаря профсоюзу у нас заработная плата выше. Но она не хочет признавать наше право, уважаемые телевизорители, право на такую достойную заработную плату, которая нам позволит потреблять необходимое количество товара и услуги, и что позволит нам быть сильным, как средний класс. Мы говорили о том, что мы заинтересованы в создании сильного среднего класса, когда мы стираем границу между богатыми и бедными. Давайте приведем исторический анализ. В начале 20 века профсоюзы не были так сильно усилены. В середине 20 века, это 50-60-е годы, а профсоюзы это было время очень рассвета профсоюзов. И именно в то время мы понимаем, что в 50-60-е годы был бурный рост экономики, бурный рост производства. И это благодаря профсоюзу, потому что каждый работник был обеспечен материально, каждый работник был защищен материально, он понимал, что у него ответственность, поскольку он получает высокую заработную плату, он будет работать лучше, потому что он боится конкуренции, он боится того, что вместо него могут нанять другого, и поэтому он сохраняет свой потенциал работать лучше. Давайте насчет конкуренции. Если даже 20 работников будут работать, то они будут показывать продуктивность выше, потому что они заинтересованы в сохранении своего рабочего места. Насчет тройбализма. Мы понимаем, что профсоюз – это очень открытая организация, которым работники именно нанимаются на основе конкуренции. И в принципе, даже если будет тройбализм, но если будет показываться эффективность, то в принципе на экономику это какого-либо отрицательного влияния не имеет никакого. И насчет работодателей, и насчет того, что повышаются цены на товары и услуги, то, что в Японии, то, что в Германии, то, что в Финляндии, где очень высоко развиты профсоюзы, несмотря на то, что там высокие именно хорошие влияния имеют профсоюзы, они же, их товары и услуги же на самом деле конкурентоспособны, мы знаем то, что Япония и Финляндия – это те страны, которые сейчас имеют большой экономический доход. И в принципе, профсоюзы этому не мешают. Они наоборот способствуют тому, чтобы экономическое усиление было вообще. Мы понимаем, отвечаем то, что высокая доходность отдельного гражданина формирует всю макроэкономику, микроэкономику в целом. Мы говорили то, что Швеция, Дания, Норвегия, где именно профсоюзы очень сильно усилены, у них индекс развития человеческого потенциала высок, в отличие от стран, где именно профсоюзы не усилены. Это нам говорит о том, что мы просто обязаны усиливать профсоюзное движение, так как это тот фактор, который нам помогает получить достойную заработную плату, необходимые условия. И я являюсь ценностью. Интересы работодателя и интересы работника должны именно не противоречить друг другу и идти в ногу, в принципе, сопутствовать друг другу. Таким образом, мы просто обязаны усиливать профсоюзное движение как инструмент того, что я буду экономически защищен и обеспечен. Благодарю вас. Я благодарю команды за интересную игру, которая подняла важный вопрос о роли профсоюзов в целом, в системе, в экономической системе, в государственной системе. Но мне хотелось бы услышать больше о том, насколько это приложимо и применимо в контексте Кыргызстана. То есть мне хотелось бы узнать, насколько профсоюзное движение у нас развито, насколько оно эффективно, как обстоят дела с вступлением в профсоюзы. То, что профсоюзы могут однозначно быть мощным инструментом в продвижении более эффективного распределения благосостояния, более справедливого, и социальных прав, стандартов прожиточного минимума, выплат пенсии, прав мигрантов. Это действительно факт. Но это все зависит от того, насколько эффективно профсоюзы управляются. С команды, позиция команд была понятна. И теперь хотелось бы, конечно, знать, что об этом думают наши телезрители. Спасибо. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org Ваш портал Мир Дебатов Спасибо большое обеим командам за эту игру. Мне кажется, это очень интересная тема, очень актуальная. Я согласна со своей коллегой о том, что проблема профсоюзов, она всегда была актуальна именно в Кыргызстане, так как это независимая новая страна, которая начинает новые процессы развития в экономике. И сегодня, мне кажется, что команды должны были рассматривать эту тему в масштабе не только одной компании, либо какого-то бизнеса, но в масштабах всей страны. Потому что, если мы говорим о развитии экономики, мы, конечно же, понимаем, что профсоюзы — это не только один элемент развития экономики. У наших предпринимателей сегодня очень большое заблуждение. У них есть стереотипное мышление, что экономику развивается только через предпринимателей, которые гонят за своей прибылью и забывают о своих рабочих. Сегодня мы должны понимать, что профсоюзы поднимают очень хорошую, большую проблему, такую, как безопасные условия труда. Я хотела бы немножечко побольше услышать от вас, допустим, каким образом безопасность именно на работе может влиять на развитие экономики. Потому что мы понимаем, что если я сегодня заинтересована в том, чтобы устраиваться на работу, мне также важно, чтобы я завтра не стала коллегой. То есть в развитии экономики служат также человеческие ресурсы. И очень важно понимать, что сегодня на стороне рабочих есть у нас профсоюзы, федерация профсоюзов Кыргызстана, которая у нас есть. Спасибо за игру. Надеюсь, что в будущем вы учтете эти ошибки. Так, желаю вам удачи. Благодарю вас, наших судей, за то, что они дали вот такой вот фидбэк по контенту. Ну, я, наверное, скажу по части структуры, по части конструктивности прошедших дебатов. Мне, на самом деле, очень понравилось то, что ребята, на самом деле, все по полочкам разложили, то есть говорили вот все конструктивно, то, что разделяли, что такое, например, вообще влияние на экономику, разделяли от конкуренции, разделяли от того же самого прав, тех же самых прав рабочих. То есть все было достаточно понятно и, ну, все было достаточно понятно и доступно. Что касается вот некоторых минусов, были некоторые нерелевантные примеры. То есть когда мы говорим о дебатах, то есть когда мы преподносим какие-то аналогии, какие-то примеры, то они должны быть прямо связаны с тем аргументом, который вы даете. Вот несколько примеров насчет, несколько аналогий насчет того же самого метро, насчет тех же самых рекомендаций от профсоюзов, то есть они были немного нерелевантны по отношению к вашим аргументам. Я думаю, что вот эта проблема, вот одна из маленьких проблем, да, я думаю, что вы с ней уже в следующий раз справитесь. А так, спасибо большое за игру. Вот и закончился наш дебатный раунд. А я хочу рассказать вам, уважаемые телезрители, что миллионы молодых людей во всем мире занимаются дебатами для того, чтобы стать более конкурентноспособными. Мы, Международная образовательная ассоциация дебатов Центральной Азии, искренне верим в распространение культуры конструктивного диалога. Продолжайте дебатировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова